Левый и правый берега Волги сошлись воедино. Так можно назвать эту встречу десятиклассников из Ершовского, Дергачевского, Азинского, Федоровского и Саратовского районов. На детском форуме «Мы вместе» в санатории «Волжские дали». Уже сейчас перед ними непростой вопрос выбора своего будущего. Прошедший форум – одна из возможностей оказать ребятам поддержку. Пообщаться с ними приехали опытные наставники, учителя, врачи и чиновники. Иван Бабошкин – депутат областной думы. Еще недавно он возглавлял целый Саратовский район. Такие наши встречи с ребятами из Саратовского района, они традиционные уже. Я всегда нахожу время для таких встреч, для того, чтобы сверить стрелки часов с молодым поколением, услышать, что сегодня интересует наших молодых людей. Форум приурочен ко дню защиты детей, но в голове у собравшихся очень взрослые вопросы гостям. Какие есть планы на благоустройство в детстве? Возможно, там, лимонные больницы, проведение освещения. Что у вас есть с такого? Помогать районам входить в эти программы. Буду помогать районам при формировании бюджета. Поскольку все территории, которые я представляю, они глубоко потенцированные. Понятно, что я очень неплохо работаю с руководителями различных предприятий. И знаю, не понаслышке, что такое социально направленный бизнес. Поэтому я постараюсь, чтобы социально направленный бизнес тоже взял в сферу интересов, в том числе и Дергачевский район. Но на первом плане у будущих выпускников обилие людей с образованием и дефицит вакансий. У меня вопрос насчет трудоустройства. Иван Анатольевич, я на следующий год выпускник 11 класса и планирую поступать на юридическое направление. Но сейчас, мне кажется, часто можно услышать, что юристы никому не нужны. Вы можете просто набрать в интернете работу в России. И вы посмотрите, какое количество вакансий на рынке российском в области юриспруденции. Но поскольку я в своей работе достаточно много сталкиваюсь со структурами. Это и надзорное ведомство, и органы правопорядка, полиция. И, значит, у нас все управления имеют своих штатных юристов и в области образования, и в области культуры, и в области строительства. И отдельное управление юридическое в администрации, значит, существует. Потому что 131-й федеральный закон, по которому работают органы местного управления, он требует юридического сопровождения. Поэтому напрочь выкиньте из головы то, что вы будете невостребованы. Спикеры же объясняют, что востребованность определяет именно уровень профессионализма в любом деле. Как говорит врач Гульнара Сергеенко, главную роль играет еще и призвание. При выборе факультета я даже никогда не сомневалась, что это будет педиатрический факультет. Ведь дети такие очень интересные люди. Даже сейчас я в этом убедилась. Хотя я думала, что нынешние поколения только способны смотреть телефоны, всякие прямые эфиры. Но нет, у вас очень интересные мысли. При этом профессию врача многие определяют для себя с детства. На самом деле я очень амбициозный, целевостремленный человек. Буквально с первого класса я знала, что точно останусь до 11 класса, потому что мне нужно высшее образование. И совсем недавно, точнее в детстве, я мечтала стать доктором. И ближе к выпускному классу я точно решила, что собираюсь пойти в медицинский, саратовский университет. Потому что я очень хочу помогать людям. Своим опытом делятся и молодые педагоги Андрей Вишняков и Анна Козлова. Победитель различных конкурсов, как регионального, так и всероссийского масштаба. Получается третий год своей работы. Я участвовал в конкурсе «Педагогический дебют», куда мне посоветовали наши учителя, в котором мне посоветовали принять участие наши учителя как раз. И занял там первое место. После этого я также был удостоен от главы Саратовского района Ивана Анатольевича квартиры. Очень важно знать, чем дышит современный подросток. Может быть, если у него сбиты ориентиры, направить их в нужном направлении. И мероприятия такого рода, я думаю, помогают нам это сделать. Я как учитель, опять же, хочу сказать, что успешно может быть не только предприниматель, блогер, тиктокер, но и представитель бюджетных профессий, в том числе и учителя, врачи. Сейчас многие школьники настолько прогрессивны, что проводят самостоятельные исследования перспективности своей будущей профессии. Я этим вопросом задавался с девятого класса. И в этом году, в 2021, я писал проект школьный на тему востребованности юристов на территории России, так скажем. Я провел масштабную работу, проводил различные опросы, встречи, встречался с работником арбитражного суда города Саратова. На форуме обсуждается в первую очередь и престиж работы в бюджетной сфере, в том числе и понятие «чиновник». Об этом собравшимся рассказывает начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Саратовского района. Есть несколько определений, которые сейчас, они как будто звучат нарицательно. Бюджетник и чиновник. Но это все пережитки прошлого. Это все, на самом деле, сериалы. Это, может быть, я сейчас скажу нашим понятным языком, это текущая пропаганда, которая идет, но она абсолютно неправильная. Сейчас чиновник, молодой чиновник, это в первую очередь тот человек, который служит народу, который отвечает на те проблемные жалобы, которые есть в тех же селах, в тех же населенных пунктах. Чиновник – это тот человек, который строит дороги, который проводит газопровод в селах. Главное – это поступить в высшеучебное заведение, что, по мнению спикеров, сейчас стало сделать гораздо проще. У вас намного шире возможности. У вас есть так называемый социальный лифт, когда вы, хорошо окончив школу, с хорошим ЕГЭ, можете без блата поступить в любой вуз России, независимо от того, где вы проживаете – в Дергачах, в Макроусе, в Ершове, в Саратовском районе. Раньше этого не было. Я на себе испытал это. Я приехал из города Гагра для того, чтобы поступить в Саратовский юридический институт, и чего это мне стоило. Как говорит Иван Бабошкин, было очень интересно понаблюдать за ходом мысли современной молодежи и вспомнить себя в этом же возрасте. На самом деле, в общем-то, вопросы, которые озвучивают молодое поколение, они звучат всегда, потому что это вопросы, в основном, связаны с будущим схождением в возрастную жизнь. Очень приятно, что сегодня оценки звучат нашей действительности со стороны молодых людей очень хорошие. Еще раз повторю, что, в общем-то, думаю, что так вот мы символично в День защиты детей более взрослых ребят собрали для того, чтобы они пообщались между собой, в общем-то, поделились впечатлениями, пожеланиями, и рассказали о жизни, которая протекает, в общем-то, в не самых легких районах Саратовской области. До выпуска из школы у участников форума еще целый год, а самое главное, впереди еще большие летние каникулы.